В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. 3 сентября 1945 года завершилась Вторая мировая война, унесшая 60 миллионов человеческих жизней. В этот день в Ненецком округе состоялись акции памяти павших земляков на полях сражений Второй мировой. Кто отвечает за безопасность детей на дорогах на Ринмаро? Ненецкий округ присоединился к федеральному проекту детства безопасности. Самая добрая профессия, кто и почему выбирает специальность ветеринария и насколько востребована сегодня эта профессия в округе? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. 3 сентября в ходе рабочей поездки в Ненецкий округ полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан провел в Наринмаре совещание по вопросам реализации национальных проектов с участием временно исполняющего обязанности губернатора округа Юрия Бездудного, профильных заместителей, представителей прокуратуры и управления МВД России по Ненецкому округу. Александр Гуцан отметил, что пандемия новой коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения вынесли свои коррективы в реализацию национальных проектов. И на данном этапе важно приложить все усилия для создания условий, нормализующих работу экономики и социальной сферы. Тема реализации национальных проектов и социально-экономического развития Ненецкого округа стала ключевой на рабочей встрече Александра Гуцана с Юрием Бездудным. Более подробное в визите полномочного представителя президента России в Ненецкий округ расскажем в вечернем выпуске 4 сентября. 3 сентября – памятная дата в мировой истории, знаменовавшейся окончанием Второй мировой войны. Вторая мировая, начавшаяся 1 сентября 1939 года вторжением фашистской Германии в Польшу и закончившаяся в сентябре 1945 года победой над милитаристской Японией, стала крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки, в водах всех океанов. В этот день в России вспоминают героев Второй мировой и Великой Отечественной войн, отстоявших не только независимость своего Отечества, но и многих государств мира. Вторая мировая война унесла жизни более 20 миллионов солдат Красной Армии и мирных советских жителей. На начало 1941 года в Нинецком национальном округе проживало 38 650 человек. Уже в первые дни Великой Отечественной войны в военкомат пришли сотни добровольцев, готовые незамедлительно отправиться на фронт войска Красной Армии. Нинецкий округ направил на Карельское направление фронта пять оленотранспортных эшелонов, более 7 тысяч ездовых оленей с полным снаряжением и до 600 мобилизованных на фронт оленеводов, охотников, рыбаков, рабочих и служащих. Они стали основой оленелыжных батальонов и оленетранспортных подразделений 31-й лыжной бригады. В ряды рабоче-крестьянской Красной Армии во время войны было мобилизовано 9 383 человека. Треть из них не вернулась с полей сражений. С первых дней Великой Отечественной войны экономика округа работала по законам военного времени. Все для фронта, все для победы. Фонд обороны страны округ сдал 8 400 пудов мяса, 2 000 пудов рыбы. От трудящейся округа внесли десятки миллионов рублей на вооружение Красной Армии. 3 сентября в Наринмаре прошла акция памяти героев Второй мировой войны. Депутаты собрания депутатов Ниньского автономного округа возложили цветы к обелиску победы и почтили память павших на полях сражений минутой молчания. Наша задача сегодня – защищать историческую память. Стоя здесь, у обелиска победы, у вечного огня, защищаем память о Второй мировой войне, об ее истинных причинах, о ее виновниках, о том, кто ее развязал, и самое главное, что она стоила всему миру. В Ниньском округе проводится исследовательская работа по поиску земляков, принимавших участие в боевых действиях с Японией на Дальнем Востоке. Сотрудникам Ниньского краеведческого музея удалось установить пока лишь 10 имен участников событий и собрать несколько эксклюзивных предметов. Работа в этом направлении продолжается. Приказ Верховного Главнокомандующего от 23 августа за отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке. Здесь Безумову Алексею Александровичу такая же благодарность, но видите, они все разного вида, разной формы. Если вчитаться в эти документы, то мы можем узнать, где участвовали в боях эти наши земляки. Но, к сожалению, информация весьма скудна. Несколько фотографий и благодарственных писем, медаль и список имен на простом листе. Пока это вся доступная информация от подвига жителей Ниньского округа в войне с Японией. 3 сентября все желающие также могли принять участие в Диктанте Победы. Это международная акция, призванная повысить интерес к историческим событиям. Вопросов 25 в этом году в рамках проведения акции Диктант Победы. Вопросы очень сложные для большинства жителей не только России, но и других государств, которые сегодня тоже принимают участие в акции. Все зависит от того, конечно, как человек готовился к написанию этого теста. Потому что вопросы в этом году не только выбор правильного варианта ответа, но и написание цифрового ряда, либо определенного названия операции географического места. Тест пройти можно было на трех площадках на Ринмаре. По словам организаторов Диктанта Победы, в этом году количество участников проекта увеличилось трое по сравнению с предыдущим годом. Победитель федерального уровня получит приглашение на Парад Победы в следующем году на Красной площади в Москве. Будущим абитуриентам, принявших участие в Диктанте, начислят дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Анастасия Максимова, Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Акция памяти свеча традиционно проходит в Наринмаре, как и по всей стране, 3 сентября. В этот день вспоминают о жертвах терроризма в школе номер один города Беслана. 1 сентября 2004 года в первый день очередного учебного года террористы, направленные Шамилем Басаевым, захватили в заложники учеников, их родителей и учителей, пришедших на школьную линейку в школу номер один города Беслана в Северной Осетии. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в невыносимых условиях, заминированном здании более тысячи заложников. От 3 сентября в 13 часов и 4 минуты в спортивном зале школы, где находились люди, прогремели взрывы, начался пожар, здание школы частично обрушилось. Силами Центра специального назначения ФСБ предпринят штурм, в ходе которого были ликвидированы 27 террористов. Единственный взятый живым Нурпаша Кулаев был приговорен к пожизненному заключению. Традиционно акция свеча в память о жертвах террористического акта в школе номер один города Беслана каждый год проходит 3 сентября во дворе первой городской школы. Люди приходят сюда, чтобы зажечь свечу памяти, помолчать, вглядываясь в лица детей на фотографиях стены памяти, задуматься над тем, что нужно сделать, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись. Организатором акции в Наринмаре вот уже несколько лет является региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. И каждый год ты вспоминаешь, как вся страна наблюдала за развитием всех этих событий страшных, потому что погибло очень много детей. В тот момент мы тоже были сами дети, и чья-то жизнь оборвалась, и они не продолжили свой жизненный путь. По уточненным, через некоторое время после трагедии данным, в результате террористического акта погибло 334 человека. Самое страшное – это то, что 186 из них были дети. Сегодня старшим из них могло бы исполниться 33 года. Вот сейчас, когда я смотрю на эти фотографии, конечно, до сих пор еще иметь сердце. С фотографий смотрят эти глаза, вот эти лица, которым жить да и жить, понимаете, которым строить наше государство, защищать его. А они погибли. Почему они погибли? Мы сейчас опять задаемся этим вопросом. И, конечно, это трагедия, которая касается каждого из нас. Трагедия Беслана стала точкой отсчета не только в пространстве, но и во времени. Именно она в решающей степени послужила причиной того, что по решению президента в России был образован Национальный антитеррористический комитет. На него возложена обязанность координировать действия силовых структур и органов власти на всех уровнях – от федерального до местного. Действия, направленные на то, чтобы не допустить повторения трагедии Беслана. По той же причине были ужесточены требования к мерам безопасности в учебных заведениях. И потому же практически повсюду в России перед началом очередного учебного года проводятся учения, на которых проверяется готовность и умение сотрудников спецслужб, органов внутренних дел, подразделений Росгвардии и МЧС противостоять вооруженным преступникам. Задолго до завершения акции в Наридмаре, к основанию стенда с фотографиями погибших, «Руками наших земляков были возложены многие-многие десятки красных гвоздик». И замерцала росты огоньков свечей. Михаил Веселов, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Тема детского травматизма на дорогах становится все более актуальной. Даже в Наридмаре, городе с не столь активным дорожным движением, ДТП с участием несовершеннолетних стали происходить регулярно. В этом году Ненецкий округ присоединился к федеральному проекту «Детство без опасности», который реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Представители региона приняли участие в видеоконференции, которая прошла накануне начала нового учебного года. Культура бывает разной, в том числе и на дороге. Соблюдение дорожной безопасности – это залог сохранения здоровья жизни взрослых и детей. Однако часто водители пренебрегают правилами безопасной перевозки детей в транспортном средстве, ссылаясь на свой опыт вождения. А некоторые мамы считают, что их руки – самое безопасное место для ребенка в машине. Статистика свидетельствует об обратном. Так, в Нарьинмаре в 2019 году произошло 4 ДТП с участием несовершеннолетних детей, двое из которых были пассажирами. Пострадали также юный велосипедист и ребенок-пешеход. Тревожная статистика этого года. За 8 месяцев 2020 года произошло уже 5 происшествий, где один пострадавший пассажир, двое велосипедистов и двое пешеходов. В каждом ДТП с участием ребенка произошедший за последний год, в том числе в текущем году, у нас установлены основные причины, в результате чего у нас дети пострадали. Это водитель не обеспечил правильную перевозку ребенка в салоне автомобиля, а также следующая, другая причина – водитель неправильно выбрал безопасную скорость при перевозке ребенка. Только за последние три месяца в Нарьинмаре произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Дети получили травмы. Чаще всего ДТП происходит на оживленных, нерегулируемых пешеходных переходах. Один из них в районе очистных сооружений. Напротив коммунального объекта расположен скейт-парк – центр притяжения детей и подростков. А значит, водителям нужно быть особенно внимательными на дороге в этом районе. Пешеходные переходы установлены здесь в основном на поворотах, что создает опасность для всех участников дорожного движения. Дополнительным напоминанием соблюдения скоростного режима для водителей служат светофорные объекты на пешеходных переходах. Только в 2019 году их было установлено 8 штук. В МБУ-чистый город, 10 светофорных объектов, установлены светофоры типа Т7 для обозначения именно пешеходных переходов в районе образовательных учреждений, для обеспечения безопасности и детей, и родителей. Виновниками ДТП являются не только водители, но и пешеходы. Почему-то некоторые молодые мамы с колясками, а зимой санками считают, что имеют право на переход проезжей части в любом месте, забывая, что рискуют не только своей жизнью, но и жизнью своих детей. Просто им так удобно. Чтобы поднять уровень грамотного поведения на дороге, три года назад был создан всероссийский проект «Детство безопасности». Проект реализуется на базе перинатальных центров и родильных домов для будущих мам. В этом году к проекту присоединился и Ненецкий округ. У нас трое сотрудников прошли вчера обучение в онлайн-лижи с тренером по обучению установки кресел. Прошли обучение, поэтому мы планируем до всех мамочек, которые у нас будут, довести эту информацию, чтобы дети безопасно транспортились, начиная с родильного отделения и на будущее. Как мамочкам гулять с колясками, то есть мы получили много информации от тренера и планируем это теперь довести до наших родителей в будущем. Надеются на авось и некоторые родители-автомобилисты, экономя на приобретение специальных удерживающих средств или покупая их просто для того, чтобы избежать штрафа, но должным образом своих чад не пристёгивают. У нас есть некоторые моменты, проблемные моменты, когда ряд водителей пренебрегает безопасностью перевозки ребёнка в салоне автомобиля. Так, в течение семи месяцев этого года, при надзоре здорового движения сотрудникам госавтоинспекции привлечено 74 водителя за нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля. В прошлом году было у нас таких фактов 60. В рамках проекта «Детство безопасности» специалисты рассказывают родителям, как правильно установить детское удерживающее средство в автомобиле, чтобы обеспечить ребёнку не только комфортную, но и безопасную поездку. Ведь это залог сохранения здоровья и жизни детей. Также одна из главных обязанностей взрослых – проводить беседы со своими детьми с самого раннего детства, чтобы привить им привычку безопасного поведения на дороге. Ежегодно в России случается более 24 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних. Перебегал дорогу в неположенном месте, не убедился в безопасности манёвра на пешеходном переходе или был не пристёгнут в автомобиле. Малейшая неосторожность может привести к травмам или смерти ребёнка. И только мы, взрослые, можем уберечь их от катастрофы. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Следующий сюжет мы начали снимать накануне профессионального праздника ветеринарного работника, который отмечается в России 31 августа. Дополнили съёмками начала учебного года в Ненецком аграрно-экономическом техникуме и выяснили, что профессия ветеринара востребована в Ненецком округе. Все подробности у Александра Литковой. Более 60 лет ветеринаров по различным направлениям обучают в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. За это время образовательное учреждение выпустило порядка тысячи специалистов. Сейчас в техникуме обучаются 45 студентов, выбравших профессию ветеринар. С 1958 года в техникуме реализуем эту специальность и практически каждый год до 90-х годов набиралась эта специальность, а сейчас раз в два года мы её набираем. Это всё завязано на контрольной цифре приёма. Последний набор, который мы проводили в прошлом году, и, соответственно, сейчас у нас ребятки также учатся на четвёртом курсе, то есть три года назад. Я хочу сказать, что даже был конкурс. Ребята желают обучаться по этой специальности, и она востребована. Маша Тихомирова учится на втором курсе техникума, но уже с 14 лет работает в ветеринарной клинике. Девушка признаётся, главное в этой профессии – завоевать доверие своего пациента, ведь животные не каждого подпустят к себе. Я всегда себя представляла, что буду всегда работать с животными. Ещё с детского садика, когда я только узнала об этой профессии, я себя визуализировала, так сказать, с этим. И когда мне уже было 14 лет, и я понимала, что у меня есть возможность идти работать и попробовать себя в этой сфере, я поговорила, обговорилась ещё с мамой, и в итоге я оказалась у Ланси Николаевны, в ветеринарной клинике «Четыре лапки», где, в принципе, и работаю уже третий год. Михаил Казицын также является выпускником техникума по специальности ветеринар. И вот уже более 30 лет работает в станции по борьбе с болезнями животных. Это единственная государственная ветеринарная служба на весь округ. Её подразделение есть в каждом селе. Ежедневно, на благо братьев наших меньших, здесь трудятся 40 специалистов. Основной объём работы, это, конечно, у нас связано с оленеводством. То есть, это масса обработки, которая проходит дважды в год. Вот оленей у нас в округе много, как вы знаете, порядка 190 тысяч. Ну и у нас практически все специалисты разъезжаются и проживают неделями в тундре. То есть, это вакцинация против сибирской язвы весной. И осенью, вот сейчас, в сентябре, поедут на обработки против подкожного ввода. Одно из структурных подразделений станции по борьбе с болезнями животных является отделение лабораторной диагностики. Заведующая отделом Марина Ивкина из семьи потомственных ветеринаров. После окончания школы вопрос выбора профессии для неё был решён. Говорит, что ни разу не пожалела о выбранной профессии. Я хочу сказать, что не каждый человек, не каждый ветеринарный специалист сможет работать в лаборатории. Чтобы работать здесь, во-первых, надо очень любить свою профессию, быть дотошным, аккуратным, внимательным, усидчивым. Ветеринарный врач, зоотехник, кинолог или грумер. Все они отмечают свой профессиональный праздник два раза в год. 27 апреля международный, а 31 августа российский. К празднику причастны также преподаватели и студенты профильных учебных заведений. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является городское кафе «Артишок».